Город Ковров, Владимирская область, Площадь Свободы. Сегодня, 9 декабря 2012 года, здесь собрались жители для того, чтобы заявить о том, что им надоело воровство местных чиновников. Когда-то Ковров был знаменит своими предприятиями. Здесь выпускали экскаваторы, механические топки для электростанций, станки, автомобильные стартеры. Здесь, в 41-м, оружейным конструктором Дегтяревым было создано знаменитое противотанковое ружье. С 91-го года советская власть закончилась, предприятия были умерщвлены, и расплодившиеся опарыши с удовольствием доели разложившееся тело ковровской индустрии. Теперь скелет, который вот-вот рассыплется в прах, доедает местная чиновная бюрократия. В связи с тем, что оборонка в основном у нас была в городе, на 90% экономики, это была оборонка. Грубо говоря, 10% экскаваторный завод. Оборонка сейчас развалилась практически полностью. То есть, допустим, электромеханический завод выпускал очень много гидравлики по тематике космос, танковые, сухопутные войска, морская тематика. Сейчас там работает, может быть, десятая часть только тех людей, которые были. Завод Дегтярева был вторым после Владимирского тракторного завода предприятием в области. Работало порядка 25 тысяч человек. Сейчас где-то 5-6, может быть. То есть, тематика это стрелковое вооружение, средства ПВО, атомная энергетика. Атомная энергетика сейчас тоже приходит в упадок. Понятно, что раз китайцам дали образцы, они их быстренько сдерут, все они и делают спокойно. Пенсии маленькие, все укрошечные, все дорогое, все дорожает. Не по дням, а по часам, не по дням, а по часам, как говорится. Ну вот представьте себе, вот проезд у нас, да, как в Владимире, допустим. А там во Владимире совершенно другие ставки, там же больше платят. А у нас что? А почему мы равняемся по Владимиру? Если мы получаем меньше, кто-то может больше. Но я, например, знаю, что пенсия у нас почти не прибавляет копейки. Законы антинародные, почти все в Думе, все антинародные законы. Закон о выборах, это не закон, это безобразие. Глаз нас не слышит и не хочет слышать. И когда посмотрят, что делается в правительстве, отсюда можно сделать вывод. Они заняты своим. У них свои пиары, свои международные проблемы решаются. И такое ощущение, что господин Путин готов распродать всю Россию. Туда газ, сюда, туда нефть. Ребята, а мы-то от этого что имеем? Ресурсы принадлежат всему народу, а не олигархистской верхушке, которая там засела на верхах. И осуществляет вот эту распродажу народного вообще благосостояния. И сегодня мы, естественно, будем иметь вот то, что мы имеем. И отсюда, как наверху, так и здесь, на низу. Там бардак, и тут, и здесь бардак. У людей уже апатия, у людей люди опускают руки. Поэтому вот мы у нас в городе стараемся людям показать, что не всем безразлично, не все боятся. То есть мы готовы свой город отстаивать. Мы готовы в нашем городе проводить вот эти вот акции протеста. Мы готовы в нашем городе добиваться власти. Мы будем участвовать на выборах, будем участвовать на выборах в законодательные собрания, будем участвовать в горсовет и на мэрских выборах. И, надеюсь, у нас все-таки получится изменить вот эту ситуацию, вот это вот то безобразие, что у нас в городе происходит, чтобы его больше не было. Люди понимают, что Ковров – монумент воровству местных чиновников, как модель того, что происходит по всей России в грандиозных масштабах. Зато обертка яркая, как реклама в телевизоре, что установлен на памятнике в центре города. Памятник, посвященный 200-летию города Ковров. Никогда еще за 200 лет жизнь не была настолько монументальной и яркой, как реклама. Не для ковровчан, а для чиновников. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Продолжение следует...